Приветствую, приветствую, дорогие мои зрители. Все уже в курсе, что случилось со мной, с моими коллегами из СМИ Росдержава. Я не буду сейчас подробно рассказывать, что как было, почему мы туда пришли. Это вся информация есть у ребят со стримов. В моих комментариях я все подробно рассказывал. В принципе, все как было, так и есть. Поэтому, пожалуйста, если интересно, смотрите в этих видео сами информацию, изучайте. Что хочу сказать на данный момент, что происходит. Происшествие это было 20 марта, получается, с утра до самого вечера. Уже вечером ночью, в 23 часа, наверное, ночи, я вернулся со своей знакомой девочкой в ОВД за Москворечье. Мы поехали туда, чтобы взять какую-то справку, что у меня паспорт украли еще как-то, потому что у меня суд был. На суд нужен был паспорт. И мы подходили к этому ОВД, и как раз из ОВД выходила толпа людей. Это было человек, наверное, 6-7 людей. Из них я сразу троих опознал. Это были трое, которые нападали на нас, которые били меня, которые меня грабили и угрожали. Естественно, я спросил, а как это так, что у нас жуликов прямо в этот же день отпускают? Естественно, они меня начали оскорблять, материть и ушли. И очень мне не нравится ситуация вот эта в том плане, что никакой реакции из ОВД, от полиции нет. Ни следственный комитет, никто ничего не предпринимает со мной, никто не связывается, никаких у меня комментариев не берет, какой-то информации не берут. То, что было один раз, я пришел в ОВД, рассказал все подробно, написали заявление и ушли. Все, больше ничего не было. И мне это дико не нравилось. На следующий день, получается, 22-го, даже через день, 22-го марта, я пошел опять в это отделение за Москворечья. Я взял с собой друга, и мы подходим к этому ОВД и смотрим. Прямо на тротуаре стоит большой автобус. Полиция на нем написана. Обычно в нем ездят ОМОН или там толпа задержанных привозят. И рядом с ними много людей. Вот выходят, заходят в ОВД. В дежурную часть хотят пройти. На КПП столпились. Кто-то проходит, кто-то стоит. Мы, естественно, подошли, это все зафиксировали. Я сразу понял, по их взглядам, по их реакции, что это работники с ОРКОНС. А именно, в основном это были девочки. 80% девочек и еще несколько молодых ребят. Мы, естественно, записали видео и хотим вам показать. Суть такая, что я при входе, естественно, они всегда на КПП просят показать сумки для осмотра. Вот здесь большой момент, обратите внимание, есть досмотр, а есть осмотр. И вот это осмотр. Естественно, я дал паспорт, меня записали в журнале, я показал сумку. И работник полиции, женщина, она не представилась, у нее значка не было. И она не хотела представляться и значок показывать. Знаете, как, типа, я говорю, покажите значок. Ну, вот там. И все. Естественно, она меня попросила, чтобы я вытаскивал все из сумочки. Она докопалась вот до этого микрофона. А что это такое? Я говорю, послушайте, у нас что, осмотр или досмотр? Досмотр. Я говорю, ну тогда оформляйте документы. В общем, вы это все увидите. Суть в том, что они уже мне начали препятствовать каким-то моим правам. Какой-то вот такой деятельности, чтобы разобраться, чтобы писать заявление, чтобы удержать все это на контроле, на своем гражданском контроле. И мне начали, естественно, палки в колеса пихать. Я не смог пройти. Я стал звать ответственных, фиксировать все вот это вот, то, что мне не представляется, то, что мне преграды какие-то ставят. И, естественно, мы это все записали. Естественно, я зашел даже потом в дежурную часть. Получилось пройти. Я подчинился, зафиксировался, подчинился. И в дежурной части тоже мне не захотели принимать. Я попросился к дознавателям, никого нет. Я попросился к начальству, никого нет. В итоге он даже сам кого-то там сказал, кто-то есть. Я говорю, да, давайте к нему. Ага, он ушел. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите вот эту вот нарезочку. Очень интересно. Ну а в конце я еще добавил, как мы пришли в больницу. К нашим больным коллегам, которые лежали в больнице, к Дорогову и к Орлу. Не впускали. С центрального входа не впускали. Типа нет, есть часы посещения, тогда и можно. А так нельзя. Ну хорошо. Просто интересно мне было. Я знаю, как обычно в таких больницах все это существует. Мы обошли с другой стороны. Открыли дверь. Свободно дверь открывается. Внутри в коридоре стоят, курят рабочий персонал, врачи. Мы спокойно поднялись на этаж, зашли и вот об этом тоже даже видео засняли. Поверьте мне, и вы сами знаете, если бы вот так вот избили какого-нибудь сотрудника полиции, весь офис бы цепили бы через час, всех бы задержали, на всех бы протоколы, уголовные дела бы завели. Это уже было много-много раз, когда полицейских избивали. Моментальная реакция, всех ненавидят, всех сразу, как это, нашего сотрудника полиции избили. А вот тут вот так вот избили трех журналистов, ограбили, угрожали смертью и так далее. Никаких результатов, никого не задержали. Абсолютно никого. Никакой информации даже не можем получить, на какой стадии идет расследование или что и как. Также, допустим, Александр Дорогов мне сказал, что я видел лично, то есть Александр Дорогов видел лично, как они два смартфона выкинули за забор, за ограждение на соседний участок. А в итоге нашли только один смартфон. Поэтому непонятно, где мой смартфон. Или у них, или все-таки у полиции, но полиция не нашла его, или может быть нашли, но почему-то не зафиксировали, не рассказали. Непонятно. Поэтому очень трудная ситуация. И поддержите нас, как и мы тоже поддерживаем других граждан в их бедах. До связи. Спасибо. Мы сейчас находимся возле УВД Замоскворечья. Я уже нахожусь тут минут 20. И вот за 20 минут человек 20 уже проходит от компании «Серканс». Вот, обратись, засними их. Они проходят. Все с негативом проходят. Снимают меня на видео. Естественно, хотят какую-то выразить свою неприязнь. Непонятно, с чем связанную. Но вот их сюда массово свозят. Массово свозят, чтобы они писали заявление, видать. Сейчас внутрь пройдем, узнаем, какие они заявления пишут. И все такое. Обращаться к начальнику штаба. Заявление писать на начальника штаба. На начальника штаба. Вот я сейчас позвоню. Я сейчас позвоню. Нет, не произведите при съемке. Привлеките, пожалуйста, начальника штаба. Какого отделения, как фамилия, имя, какая должность. Прекратите осуществлять здесь съемку. По закону вы умеете отвечать или нет? Умеет. Ответьте по закону, как положено. Не жетончик достать. А почему я должна? Во-первых, у меня нет жетончик. А почему вы? Потому что вы должны были обучить. А почему вы себя даже и даете? На зарплату вы должны были обучить. В соответствии с законом федеральным. Номер три. Закон о полиции. Что переди чем? Как обращаться к гражданину? Вы должны представить. А почему вы? Где у вас жетончик? У меня нет жетончика. Еще раз повторяю. Идите, достаньте жетончик. Потом подойдете, будете с гражданином. Будете с гражданином разговаривать. Потому что у вас он должен быть на видном месте. Прекратите съемку. Нет. Ждем. Мне еще деньги должны заплатить. А почему вы здесь выражаете интенсиверный браген? Идите, заявление напишите. Мне еще должны деньги выражать, потому что я их обучаю. Что за человек выражаете интенсиверный браген? Все, 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 все. Я отвечаю в порядок. Ну вот, я вам говорю, вот нарушение порядка. Вы еще не террористы были? Вы только что меня обвинили террористов на видео. Я нас не обвиняла. Вы сказали антитеррористическую защиту. Я поддерживаю. Вы не пускаете? Не пускаете? Я могу пройти дальше? Вы не показали то, что вам спросили. Как я не показывал? Мы кто-то показывали. вот еще раз покажем на видео давай на видео покажем конечно что у вас досмотр или осмотр досмотр не знаю что такое досмотр или осмотр тогда иди умчись а потом сюда потому что ты не выйдут а ты будешь нормально представляться когда тебя просят я попросил вытащить жетончик вы отказали мне вам жетончик или показали? конечно все показали? жетончик? строишь жетончик? я прям всю информацию сочетал прям да? прям поймем какие номера на жетончик значит вы просите достоверную информацию а как документы даже отнимутся? документы он предъявил ничего он не доставал документы предъявил она то не видела что я предъявлял документы поэтому я не предъявлял она сделала запись книгу паспорта а вы с какой организацией? который вы отравили ааа я же не говорил мне надо пройти и пропустить? нет не пропустить вы ходите обратно с чем связано? вы не противили кто вы меня? вы занимаетесь в своей помощи я должен предъявить я должен предъявить? да именно предъявить вытащить своими руками и показать да вы не будете никакие материалы вести правильно? нет что именно надо вам объяснить? просто показать, зачем вы ставите пожалуйста смотрите я спросил достать вот эту черную стоимость я достать должен? да именно достать? да вот так вот да? да все? все можно все брать еще? приподнимите чтобы мне было видно дно вашей сумочки все спасибо теперь вот здесь приоткроете пожалуйста замочек откройте покажите что у вас там все вижу хорошо спасибо можете закрывать здесь пожалуйста приоткроете и вот здесь все грязно тормашечку вынимаете все пожалуйста металлическое на стол пожалуйста смотрите но у вас стол грязный я не могу меня выказать ну если мне можете сумочку свою положить пожалуйста спиной будьте добры поклониться ко мне может у вас сумочку забрать ну аааа наконец не надо сидеть снимать молодые глави с ними обязательно лица у этих девочек обязательно лица чтобы это было в общих публикациях чтобы люди потом вся страна знала кто именно поддерживает бандитов что это будет административное право нарушение кто именно поддерживает бандитов чтобы вся страна знала у нас а вы сумочку не будете смотреть а вы сумочку не будете смотреть а вы мне будете подсказать что мне делать не ну сумочку надо посмотреть съемку прекратите пожалуйста за вы кнопку обращайтесь гражданину вы прямо уточните а что вы не будете вытаскивать сумки и ничего а только у меня будете вытаскивать сумки да отойдите от меня, пожалуйста я работаю не мешаете, работать молодой человек не мешайте работать выйти в해주nde и отделaren я сейчас выйду тогда Геннадия мне указала что мне делать я сама знаю своя обязанность а кто такой, чтобы мне указывать я кражданин как будет это вам не положено разговаривать то есть ну поняли да что происходит я пришел заявление писать меня не пускают меня хотят чтобы я все показывал досконально мало ли что-то запрещенное она же не понимает что это такое экспертизу пошлет еще что-нибудь а естественно другую сторону которые тоже пришли заявление писать свободно пропускают пожалуйста вы сказали проходить можно все ну как вы так и я разве вам нагрубил нет я сказал я пошел дальше я а вы чего решили что я вас назвал я разговаривал с другом какая вам разница про кого мы разговаривали сейчас будет еще выяснять про кого мы разговариваем сказать что-то хочешь не хочешь вот посмотрите пожалуйста все эти люди будут участвовать в бандитских в бандитских грабежах прямо именно в бандитских грабежах участие покрывает как бы провокации вот этот вот чувак именно вот этот вот чувак участвовал в побоях именно избиениях журналистов именно он участвовал в грабеже именно его руки лазили в карманы у журналистов и доставали туда ценности и потом естественно куда-то прятали для них это смешно обратите внимание вот именно смешно им это все они принимают это за шутку за игру настолько вот привыкли к безнаказанности подойдите пожалуйста мужчина работник дежурной части ваш бойчик не видно мужчина сотрудник полиции мне нужно вопрос задать я не собираюсь ждать я не буду ждать так мне нужно просто вопрос задать я не буду заявление писать да мне нужно просто пройти к дознавателям у меня нет телефона вы можете ему позвонить что еще раз не знаете нет вы скажите что цебуляк пришел он спустится он будет знать фамилия дознавателя вот не помню никак не поспособствуйте да я вам еще раз говорю кто вас вызывал вас вызывал дознаватель с ним связывайтесь он спускается дежурной части вас забирает и с ним сопровождение удачи проходите на территорию мбд я понял к courage а к начальнику можно просто пройти начальнику там на стенд там написано у нас время приема И часы для посещения гражданами начальника. Хорошо? Мне просто зафиксируют, что сейчас не получится. Можно вот у меня 15 человек стоят, которые пришли намного раньше вас, я займусь... Так мне просто начальник дознания на месте или нет? Начальник дознания, он в округе на совещании. Но его здесь нет? Нет. Уголовный розыск тоже никого нет? Уголовный розыск на территории работает, это же уголовный розыск. Ну здесь нет никого, правильно? Где? В отделении здесь, в ВВД. Есть дежурный оперативник. О, замечательно, можно с ним как-то поговорить? Нет, он сейчас на выезде на данный момент. Подожди, еще раз повтори, что ты сказал? Еще раз, пусть не повторят, ну что, блин. На слово, пусть не повторят. Ты без ножа сейчас меня застрелил, братка, без ножа застрелил! Есть дежурный оперативник. О, замечательно, можно с ним как-то поговорить? Нет, он сейчас на выезде на данный момент. Нет, он сейчас на выезде. Ну то есть никого нет, я так и спрашиваю, никого нет? Я на выезде на преступление. Ну все, значит я просто так пришел, никого нету, я ухожу. нет я говорю ухожу не надо меня пропускать четче четче я могу даже повторять вот серьезными помню давайте давайте еще суточки все запал кончился кончился запал нет даже опыта нет ну такого разговаривать с людьми нет да ты просто бить и драться ну что ребят сегодня был такой день мы зашли сначала мвд посмотрели как там москва речи как там дела обстоят вы сами все увидели нас не хотят там видеть то есть не нужно узнать какие-то данные что нашли какие документы нашли какие смартфоны нашли нашли и что-нибудь при обыск когда я ничего не хотят никого нет пришли в больницу ведь конечно не создали что невозможно пройти сюда просто обошли здание пожалуйста зашли на лестницу поднялись так пожалуйста свободно зашли вот оно типа смотрите типа опечатано свободно заходите пожалуйста знаете почему что ходит курить есть охранник просто тихонечку чтобы сказать там есть охранник он сидит смотрит то есть пожалуйста эти бандиты которые нас напали сбили обыкрали они хотят естественно как нибудь захотят зачистить свидетелей придут спокойно укольчик сделают пока спит все и будут ищи ищи потом беспокоиться за за граждан полиции ксб оберегаем оберегает журналистов нападение